Продолжение следует... Кто первый раз пришел с вебинара? Кто сегодня у нас на расширенном технико-экономическом вебинаре первый раз? Есть у нас такие сегодня в эфире или нет? Я уже начал говорить сегодня, что у нас будет смена формата, начиная со следующей недели. Мы, исходя из того, что сегодня меняется именно структура, качественная структура инвесторов и те, кто входит в проект, идет... То есть нет чата? Куда он делся? Нет, все, я вижу чат, вижу, это Алексей пишет. Мы сейчас будем ориентироваться, включать в наше информационное поле не только русскоязычных, будем включать в информационное поле сегодня других лидеров, других стран. И наш расширенный технико-экономический вебинар мы сегодня начнем делать пробные прогоны с параллельной трансляцией на два языка. На следующий вебинар мы уже будем сначала где-то, ну я думаю, мы подготовимся 5-7 языков, где-то до конца февраля доведем до 11-15 языков. Соответственно, друзья, это будет и количество людей намного выше, потому что в каждой стране есть свой активный состав. Ну и, соответственно, информацию, которую будем носить, больше будем ориентироваться уже, друзья, на такой международный статус проекта, потому что у нас, мы уверенно уже перешагнули 150 стран-участников проекта. Это те, кто официально зарегистрировались именно как жители той или иной страны. По одной из статистик, вот мы проверяли, но она может несколько быть неточной, уже подошли к 186 странам. То есть это, ну, довольно-таки уже значимый, то есть, ну, я думаю, что до экофеста мы уверенно подойдем к 193 странам, к 193 странам, где, сколько сегодня участвует в Организации Объединенных Наций. А всего зарегистрировано 214 у нас сегодня государств. Вот, я думаю, что придет время, когда все страны будут участвовать в проекте, в проекте Skyway. Вот, поэтому мы будем менять формат, будем менять и чат, поэтому, друзья, со следующей недели будет намного, ну, я считаю, как бы интереснее, потому что участие в таком международном проекте, что сразу предупреждаем, мы будем работать с переводом, поэтому уже трансляция будет не такая, как сейчас, то есть привычная для вас речь, а это уже будет под перевод, когда идет фраза, потом перевод, то есть у меня будет стоять три компьютера, и я буду на два основных языка смотреть, как переводится. Потому что трансляция будет идти через YouTube, и тот, кто будет входить и на любом языке смотреть, он будет выбирать канал YouTube на каком языке, и, соответственно, в синхронный перевод будет проводиться. Значит, сегодня такая практика есть, там у одного американского очень интересного деятеля, он ведет раз в месяц, первую субботу, с трансляцией на 15 языков, он доводит, у него на вебинарах бывает до 15 тысяч человек онлайна. Вот, друзья, мы посмотрим, каким показателем мы подойдем к экофесту, к июню, вот, но что-то мне подсказывает, что с теми темпами, как сегодня растет интерес к проекту Skyway, вот, и с теми новостями, которые мы теперь будем каждую неделю видеть, потому что это и запуск адресных проектов, и контракты, и включение все новых и новых интересных людей, в проект. Я думаю, что это будет интересно теперь не только для наших, скажем так, русскоязычных коллег и партнеров, но и для тех, кто будет говорить на разных-разных языках. Вот, у нас идея была сначала транслировать только на основных, ну, допустим, английский, немецкий, испанский, но когда мы увидели, что у нас сегодня очень серьезные инвесторы, и, соответственно, структуры и люди идут из таких вроде небольших стран, как Чехия и Словакия, но которые сегодня лидеры по инвестициям, естественно, что для таких стран надо вещать на их родном языке, и поэтому у нас обязательно будет и эстонский, и польский, и чешский, и ленгерский, вот, и, соответственно, на еврите будут конкретные, вот, ну, не говоря уже об основных языках. Это вот то, что касается, вот, изменения нашей работы, которая пойдет уже, начиная с сегодняшнего, нет, сегодня вечером мы еще проводим стандартный вебинар вечером по нашей схеме с Алексеем, после этого мы проводим уже пробный вебинар для вендоров и словаков уже с переводом, вот, с французами мы уже откатываем, и на следующей неделе уже начнется такая форма работы, это для вечерних вебинаров. Дневной мы с Алексеем будем проводить в обычном виде, так, как сегодня, как, как сегодня идет. Так, ну что, друзья, давайте тогда первое и основное сегодня то, что надо и обсудить, и четко понимать, это то, что 8 марта уже это объявлено, будет смена очередного этапа, и, как следствие, это изменение дисконта. Естественно, что вся логика идет то, что у нас идет понижение дисконта. Насколько и как глубоко будет меняться, это будет сейчас просчитано и доведено, как всегда, в личных кабинетах, мы это будем рассказывать, и основное, на телемосту, который пройдет 18 февраля в 12 часов, вот, соответственно, по московскому времени, он, этот телемост уже будет идти с трансляцией, как минимум, где-то, 7-11 языков, вот, где мы как раз вот основные вещи будем говорить. Значит, что, друзья, означает смена дискаунта, или, как мы называем сегодня, бенчурной премии? То есть, это в будущем возможная капитализация тех рисков, которые вы сегодня делаете, когда будет работать проект. Я специально все эти слова проговариваю именно в том порядке, в каком они должны звучать, потому что много сейчас идет обсуждений, много идет сейчас, скажем так, фальсификации и втолкований, вот, то есть, когда имеем право продавать акции, не имеем право продавать акции, это тоже вопрос очень много говорит, что это, друзья, сейчас еще раз говорим, это обязательство венчурной компании, которая инвестирует в высокотехнологичный инновационный проект. Капитализация интеллектуальной собственности может наступить только в одном случае, когда появятся заказчики, и эта технология будет профинансирована и финансироваться теми, кто будет строить. К этому мы активно идем. Для этого, друзья, первый адресный проект, который сегодня реализует группа компаний Skyway и ЗАО «Струнные технологии», которые являются непосредственно конструкторским бюро и опытным производством. Соответственно, венчурные фонды, которые сегодня привлекают инвесторов и инвестируют в Экотехнопарк, это фонды, которые работают по принципу краудинвестинга, и в ЗАО «Струнные технологии» и к технологии никакого отношения, друзья, не имеют. Не надо путать, что мы, это технология, это тоже, друзья, неверно и неправильно инвестируем. Мы с вами инвесторы, лично я, каждый из вас. Вы инвесторы, мы инвестируем, мы становимся партнерами. Эти наши инвестиции обеспечены интеллектуальной собственностью, которая, являясь венчурным проектом, может капитализироваться при реализации проекта, когда возникнет спрос на технологию и, как следствие, спрос на эти бумаги и обязательства. Сегодня это обязательство без оборота, то есть без обратного выпкупа, без возможности перепродать. Это чистые венчурные обязательства, которые выдает именно разработчик технологии, привлекая инвесторов и инвестиций в проект. Соответственно, сам Юнитский является генеральным конструктором. Сегодня интеллектуальная собственность передана группе GTI, которая, естественно, и является распорядителем и капитализацией, как капитализирует эту интеллектуальную собственность. Я, друзья, специально все это проговорил, потому что очень много идет сейчас спекуляций, очень много идет сейчас споров и обвинений. И сейчас те, кто обязательно будет к кудовому собранию проведен аудит объема выполненных работ, которые сегодня делаются, и здесь я могу четко сказать, что объем выполняемых работ и интеллектуальных научных конструкторских, и инженерных опытно-испытательных, и строительных, которые есть, он значительно превышает те инвестиции, которые сегодня приходят от, ну скажем так, наших инвесторов-вкладчиков, потому что объем выполняемых работ намного выше. Поэтому это тоже, друзья, как раз надо очень хорошо понимать. И сегодня к реализации этого адресного проекта мы как участники, я лично как именно человек, который рассказывает о проекте, который показывает его преимущества, вот для того, чтобы, соответственно, он продвигался, капитализировался. Вот, я могу сказать, что лично на меня каждый раз и посещение эко-технопарка, я там, друзья, бываю каждый месяц и не один раз, и посещение производства, и общение с конструкторами, ну я не говорю о том, что меня уже не вызывает это давно никаких вопросов, потому что меня-то ассоциирует, что я один из тех, кто привлекает или завлекает в этот проект. Поэтому, друзья, сегодня, да, я участник проекта, и именно с той точки зрения, кто доводит информацию и рассказывает о проекте, ваша задача смотреть, изучать, принимать решения. Потому что вся логика международного права, которая сегодня проходит, это венчурность проекта. Причем мы сразу говорим, это высокорисковый венчурный проект. Это означает, что все ваши инвестиции могут быть не возвращены. Они будут в виде струн, в виде ферм, в виде изготовленных юнибусов. Но если этого никто не будет заказывать и покупать, возврата этих инвестиций ожидать бесполезно. Мы уверены, что будет с точностью до наоборот. Мы абсолютно работаем и видим, что и здесь, друзья, я уже как человек, участвующий в этом проекте, могу от себя лично, друзья, еще раз, мы всегда говорим, надо делить то, что говорит Юницкий конструкторское бюро, и то, что говорю я, Алексей Суходоев, Skyway Capital, именно краудинвестинговый венчурный фонд, который сегодня рассказывает об этом проекте. Это, друзья, разные вещи. И это надо очень хорошо понимать. Чтобы вы не ассоциировались, что Skyway Capital или Skyway Invest Group, что это и есть технология. Нет, друзья, это венчурные краудинвестинговые фонды, которые привлекают инвесторов и инвестиций в проект, и которые финансируют первый адресный проект строительства демонстрационных стендов и офиса продаж для реализации этой технологии. И четко к этому подходят. Другое дело, что, друзья, очень много работы ведется по сейчас запуску адресных проектов. И как раз конструкторское бюро, лично Юницкий, основные менеджеры, Кирилл Бадулин, Виктор Бабурин, они сегодня работают над тем, чтобы уже доводить это до контрактов, до первых заказов. И я думаю, что, друзья, до Экофеста в июне мы с вами точно увидим запуск, уже запуск нескольких адресных проектов. Сколько и в каких странах, друзья, это по факту мы с вами будем говорить. Ведутся сегодня десятки и десятки переговоров с различными правительствами, структурами, чиновниками, бизнесменами из абсолютно разных стран и континентов. На сегодняшний день очень близко подошли в Индии, в Индонезии, в Филиппинах, в Израиле. Это вот то, что я знаю, то, что сегодня происходит. И я думаю, что в этих странах до конца года адресные проекты появятся. Так вот, 8 марта сейчас объявлено по мере того, как сегодня есть определенная уверенность уже от гарантии, то есть это уже не уверенность, а гарантии от крупных инвесторов и крупных структур об объемах привлеченных инвестиций. Соответственно, из этого уже разработан план по выполненным работам к Экофесту. Соответственно, это, друзья, позволяет сегодня делать следующий шаг, уже снижение венчурной премии за привлеченные сегодня за инвестиции в проект. Потому что еще раз смотрим, тот дискаунт, который сегодня установлен, это венчурная премия от разработчика технологии за привлеченные сегодня инвесторы и за тот риск, который сегодня несет партнер, входя в проект. Естественно, друзья, здесь я не открою никакие секреты. Это абсолютная закономерность инновационного мира. Чем на ранней стадии больше вы входите в проект, и он менее сегодня очевиден для всех, тем больше венчурная премия вы получаете, тем большая капитализация обязательств и капитализация и рост котировки акций, которые в дальнейшем будут в обороте. Это, друзья, абсолютно четкий закон. Сегодня получить те прибыли на компании Microsoft, Apple, Dell или Facebook, которые еще 5-10 лет назад показывали стремительный рост, уже невозможно. Потому что можно войти и капитализировать в 4,5 тысячи раз инвестиции в компанию Apple, только в компьютеры кому-то или нет. Сегодня, когда очевидно, что спрос на гаджеты будет только расти, и сегодня он будет у всех, а послезавтра абсолютно у каждого по нарастающим, то это, друзья, как раз... Это как раз... Сейчас, секундочку, друзья. Это как раз и есть гарантия капитализации сегодняшней инвестиции и доходность или прибыльность в будущем от венчурных инвестиций. Поэтому я помню еще, когда пенчурные премии были на уровне 3 тысяч, 2,5 тысяч, потом 1,5 тысячи, потом долгое время держалось 1 к 1000. То есть это, соответственно, количество обязательств на привлеченные инвестиции. Сейчас есть еще ряд рассрочек, которые идут по дискаунтам 1 к 600. Кстати, очень много вопросов сейчас идет, сохранятся эти или нет. То есть, друзья, здесь все следите за личными кабинетами, смотрите за пакетами, которые сейчас будут делать. И, соответственно, основные эти новости будут на встрече с партнерами, которые ведет Ирина Волкова и Инета. И, соответственно, к телемосту. Поэтому сегодня... Естественно, что все обязательства, которые взяты ранее компанией, они будут сохранены, то есть они будут переходить. Все, кто входит в новые, естественно, только на тех условиях, которые соответствуют тех элементам технологии, которые нужно... Алексей, ты отвечай тогда, я про сертификацию тоже чуть позже скажу. Это тоже один из наиболее таких задаваемых вопросов. Так вот, друзья, мы подошли с вами. Значит, это свидетельствует только об одном, что проект развивается, что мы переходим из одного этапа в другой. Соответственно, от себя могу сказать, что производство очень активно сегодня перестраивается, модернизируется и готовится уже к реально серийному выпуску для реализации первых проектов. Вторая очень такая сегодня важная информация, важная новость тоже, которая повлияла на то, что меняется этап, это то, что сегодня за уструнные технологии предоставлен земельный участок длиной 16 километров, шириной, по-моему, там 100 метров или 80, это вот уточним, там надо бумагу эту посмотреть. Соответственно, для продления разгонного участка, который сегодня монтируется, который вы видите в репортаже, для того, чтобы построить еще 16 километров и на этих 17 километров дать скорость уже в конце этого на следующий год, начиная от 300, то есть сначала приблизится 200-300, потом 400, и потом к заявленной скорости уже 500 километров в час. Это тоже, друзья, активным образом уже идет. Проектные работы ведутся, сейчас начинаются уже изыскательские работы. К слову о наших засранцах из онлайнера, которые там что-то квакают, могу лично для них сказать, что исполком района, который сначала отказал, в выдаче сославшись на то, что не серьезный проект, и отчасти на публикации, которые были в онлайнере, то есть все говорили, мы же читаем, во всяком случае в Министерстве транспорта откровенно ссылаются, что мы же видим, что пишет онлайнер, то есть дебилы для дебилов, и соответственно исходя из этого начинают делать выводы. И сначала был отказ на выдачу земли, но после этого генеральный конструктор обратился к главе государства, в данном случае это Александр Григорьевич Лукашенко, описал ему проекты, которые реализует сегодня Skyway, заказчиков, которые уже посетили и в перспективе готовы посетить, перспективы, которые сегодня есть для Эко-технопарка и для Белоруссии, которая стала родиной сегодня струнных технологий, что она потеряет, если технология уйдет и будет развиваться в другом эко-технопарке. Описал пример с Литвой, которая потеряла и которая могла стать родиной, и ей это предлагали, но она, так сказать, повернулась тем местом, откуда сегодня там все идет. И таким образом... А, кстати, еще очень важная деталь. Генеральный конструктор подарил Лукашенко действующую модель, вот такая она величиной, где-то 1 к 50, наверное, это действующая модель Юнибуса, которая из Коростного и Городского, которая ездит стоя на столе. Все это произвело серьезное впечатление, и вмешался глава государства. И что самое интересное, практически в прямом эфире мы находились в это время на эко-технопарке с словакской и чешской делегацией. В это время звонок из администрации, говорят, что... Из администрации района уже. И говорят, что... Тут лежит вам выделенная земля, все-все в порядке, и, пожалуйста, стройте дальше, мы к вам очень хорошо относимся. И вообще вы просто нас неправильно поняли. Вот, поэтому, друзья, потом буквально через несколько минут приехал юрист компании, привез эти бумаги, и говорит, очень странно, но если неделю назад они все говорили, что вы сомнительный проект, и мы не можем вам выделить землю, то сегодня говорят, что же вы так медленно приходите, если у вас есть еще какие-то пожелания, вы к нам обращайтесь, мы всегда-всегда рады вам помочь. Поэтому, друзья, как говорится, понимание Белоруссии именно как родиной струнных технологий сейчас есть, поэтому земля сейчас выделена. Более того, сейчас уже обсуждается даже не один, а несколько вариантов строительства земли, потому что в одном или в другом месте, ну, имеется в виду, одна трассировка или другая трассировка, все имеют плюсы-минусы, то есть это, друзья, тоже очень важный момент. И в этом году, друзья, это вот как раз для... тут вот для тех бойцов, которые вон все никак не унимаются, вот, которые там пишут, то, как вы будете разъезжаться, то, как будете слонов возить, то, как как-нибудь еще. На это вопрос один. Придет время, все увидите, все увидите, друзья. И стрелки, и как возят, и как разворот, и скорости, и энергоэффективность, все увидите. Вот. Таким образом, друзья, в этом сейчас уже идет проектная работа, сейчас подключаются изыскательные работы, поэтому в этом году, друзья, будет, мы увидим уже строительство 17-километрового участка, на котором уже ЮниЛед будет развивать скорости в конечном топе до 500 км в час. Естественно, друзья, что это будет поэтапно, и сначала он будет ездить в экспериментальном режиме, там, 20, 50, 100, потом 200 и так далее. Но то, что это все уже реализуется и делается, и до эко-технопарка, до эко-феста первый километр будет закончен, вот, соответственно, начнется уже монтаж, ну, соответственно, следующие работы, поэтапные работы, связанные уже с продлением 17 километров. Вот. Соответственно, точно так же сейчас идет изготовление и монтаж все, что связано уже с грузовой системой, то есть, юнитраками, которые будут перевозить сыпучие грузы, и сейчас идет активная разработка, уже связанная с контейнерными. Все, я говорю, основную часть к июню, или, скажем так, то, что будет к июню планово закончено, мы с вами это увидим своими глазами, соответственно, остальное будет двигаться. Вот. Вот тут у меня задают вопрос, будет ли еще одна сменная этапа до эко-феста, то есть, до, скорее всего, 17 или 24 июня. Не знаю, друзья, сказать не могу, все будет зависеть от активности наших партнеров, но от себя могу сказать, что очень вероятно, очень вероятно, что в начале июня или прямо сразу перед эко-фестом может произойти еще одна смена дисконтов. То есть, во всяком случае, все предпосылки для того, чтобы работа таким убралась, где готовилась такая работа, соответственно, сегодня есть. Так что, друзья, здесь очень все идет и движется очень активно, то есть, в завершении как бы вот таких, то есть, вы сейчас понимаете, что я под впечатлением от последней вот этой поездки, от общения с инвесторами, от производства, которое начинается уже расширяться и занимать огромнейшее, более 6000 квадратных метров. Это все, что раньше принадлежало Прохоровской компании Емобиль. Сегодня это все перешло в ЗАУ струнные технологии. Это сегодня опытное производство, на котором отрабатывается технология изготовления уже путевой структуры и подвижного состава. Там активнейшим образом, друзья, идут все испытания, которые тут задают вопросы, что и как. То есть, там испытываются отдельные узлы, мотор-колесо, в цикле нагружения, потому что для того, чтобы сертифицировать, там надо показать сотни миллионов циклов. Это можно сделать только в непрерывном обращении, когда и рельс, и колесо соответственно моделированы в виде специального стенда. Там идут испытания системы управления, системы накопления энергии. Там целый, друзья, огромный комплекс работ, которые сегодня... И сейчас вот как раз уже начинается монтаж нового оборудования именно для того, чтобы уже ускорить процесс и сделать его более точным, технологически сегодня соответствующим 21 веку, то есть, те электромашины, которые сегодня есть. Поэтому это тоже активнейшим образом. Еще очень такая для меня, друзья, интересная новость, так сказать, то есть, мы договорились так, что показывать до эко-феста мы это не будем, то есть, это будет некий... Ну, не то, что сюрприз. Сюрприз его не назовешь, потому что мы об этом уже много говорим, что найден, как мы говорили, мы с Женей Кудряшовым приложили усилия, найден обломки того Зила, который был в озерах в 2000 году, который был первым, по сути дела, Юнибусом, то есть, Зила 131 на стальных колесах. И сегодня активнейшим образом идет его восстановление, под него изготавливается путевая структура и нам уже показали определенные как бы там и чертежи, и уже начало замоток, и все, кто будет в Эко-технопарке, вы, друзья, будете иметь возможность увидеть этого дедушку струнных технологий, соответственно, потрогать его руками, сфотографироваться рядом с ним. И здесь я могу сказать, что как одни наши бывшие партнеры, а теперь перешедшие в категорию засранцев, так сказать, такая прошла логика, что тот, кто под этим Зилом сфотографируется, тот может претендовать и быть совладельцем технологий. Так вот, все, кто будет в июне соответственно на Экофесте, у всех будет такая возможность, и действительно, друзья, все, кто сегодня обладает обязательствами Скайвея, тот, кто сегодня инвестирует и приходит в проект, соответственно, он становится совладельцем интеллектуальной собственности, и вы действительно становитесь партнерами, совладельцами компании. И вы имеете все права, чтобы сфотографироваться и сказать, что под этим Зилом фотографируются только совладельцы технологий. Это будет истинная правда. И такая возможность в июне у нас, у всех, друзья, я тоже с большим удовольствием сфотографируюсь и даже попрошу, наверное, Анатолия Дарча Юницкого, чтобы он также встал под этим экспонатом и, соответственно, также все, кто захочет, наверное, смогут иметь такую фотографию, потому что это, очень и очень важно. Это, конечно, символично, друзья. Это никакой сегодня научной ценности, ни этот Зил, ни эта технология, ни этот стенд сегодня не имеет. Но, друзья, как и самолет братьев Райт, все важно в памяти, все должно помнить, с чего начиналось и к чему это дальше придет. И, конечно, друзья, когда будут юнибайки, юнилеты, юнибусы, и, конечно, когда рядом будут стоять с этим Зилом, это прям нагляднейшая будет демонстрация того, с чего все начиналось, как все это выглядело 15 лет назад и как это сегодня развивается и как это будет выглядеть сегодня, завтра, послезавтра. Ну, друзья, из таких вот, скажем, таких прям срочных новостей, вот то, что сегодня хотелось бы вам рассказать, я сказал, то есть по сертификации и по многим вопросам сейчас еще очень так емко, как всегда, и очень со своей манерой расскажет Алексей Суходовев. Вот, а я, друзья, давайте могу ответить и в перископе, и в чате, на которые вопросы сейчас есть и, как всегда, в конце подведу небольшой итог с тем, что нас ожидает ближайшие, то есть на вечернем вебинаре, на следующую работу и как мы с вами будем двигаться и жить в SkyWay дальше. Так, Алексей, тебе слово. Благодарим, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, вот, кто-то у нас сегодня прямо шалит с комнатой и удивительно мне было, что даже кто-то и навыки спикера, даже презентатора получал. Ну, да ладно, если нас атакуют, мы кому-то интересны, если мы кому-то интересны, значит, мы движемся вперед. Итак, дорогие друзья, по сертификации, по сертификации официально было еще от Анатолия Эдуардовичем объявлено, что летом ближе к КК-фесту уже будет проведена добровольная сертификация легкого прогулочного, легкой прогулочной транспортной инфраструктуры, городской, пассажирской и также грузовой, возможно, также будет сертифицирован. Это добровольная сертификация, то есть как неоднократно освещал в своих выступлениях Анатолий Эдуардович, что не обязательно и вообще нет никакого смысла и логики сертифицировать все элементы струнной технологии, то есть что-то сертифицируется, что-то нет и естественно подвижные составы должны будут сертифицироваться. Будет как скоростной трамвай, если информация не поменялась, но в прошлых документах подвижной состав будет сертифицироваться. И этот процесс движется, дорогие друзья, это также в планах, соответственно, никаких затормаживаний по этому направлению не будет, потому что мы в прошлом месяце уже, можно сказать, то есть 8 дней от настоящего прошло, а уже можно сказать, что мы еще больше увеличиваемся по инвестициям. Если прошлый месяц был рекордный, то с учетом приезда европейской делегации, ну и работы всех нас вообще с вами, с учетом приезда будущего арабской делегации, и также еще европейцы не приехали, не было еще времени и очень сильно представители заболели, которые планируют на своих самолетах прилететь, то есть это не байка, то, что мы говорили, это действительно все готовится. Ну и многие крупные, крупнейшие инвесторы, которые готовятся и нашим фондом Skyway Capital и также Skyway инвестгрупп говорит о долларовых миллиардерах, миллионерах и так далее, то есть это общая сплоченная работа, дорогие друзья, поэтому действительно вот я наблюдаю за реакцией иностранцев, многие радуются очень сильно то, что мы переходим на девятый этап, то есть фактически это остается шесть этапов, шесть этапов до нашей конечной цели, то есть это до запуска экотехнопарка, но экотехнопарк никогда не перестанет строиться, модернизироваться, то есть это как силиконовая долина, там всячески происходит апгрейд, модернизация прогресса IT-технологий, которые там родились и соответственно также будет и в струнной нашей долине, то есть на территории экотехнопарка. Анатолий Эдуардович говорил про арабские страны в своем выступлении и обязательно сбросили ссылку и в конце вебинара поставим, потому что неважно в каком качестве, неважно с каким светом и так далее, с какими операторскими способностями был снят этот репортаж, но я всегда вспоминаю вебинар, который я вообще впервые от Анатолия Эдуардовича услышал и знаете, тут вот действительно присоединились на тот момент люди, которые обладали наверное интуицией. В маленьком окошечке ужасный звук, ничего не слышно, ничего не видно, приходилось буквально вслушиваться, и я вслушивался в эту информацию, поэтому если слушаются иностранцы, то я могу сказать, что русским и те, кто сомневается, точно нужно послушать эту информацию, главное передайте другим, потому что что-то нам подсказывает, что в этом году этапы будут меняться быстрее, чем менялись в прошлом году, но стоит понимать, что у нас вообще на этот этап планируется сумма привлечения инвестиций в районе 25 миллионов долларов, то есть необходимости сумм также увеличивается в той прогрессии, которую заложил Анатолий Эдуардович при создании всей этой схемы. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, я еще раз сбрасываю, передавайте, смотрите, потому что это действительно стоит того, и обязательно пересмотрите интервью на московской выставке, то есть это редкие те шансы, когда Анатолий Эдуардович вещает, ну, когда-то, так скажем, в 2014 году, даже первые вебинары, они все застенографированы, Анатолий Эдуардович вещал сам. Ну, дорогие друзья, вот такие вот новости, всем напоминаем про экофестиваль, это то, что примерно второй половине июня будет экофестиваль, и, соответственно, о дате будет непосредственно уже сообщено позже, потому что там совпадают с европейскими праздниками даты, соответственно, так как мы желаем, чтобы максимальное количество наших европейских коллег приехало и не выбирали между Skyway и праздниками, хотя тут выбор, я считаю, очевиден, и вот европейцы, когда приехали, фактически они развивают некоторые с августа 2016 года, то есть вот так мощно бурно и, соответственно, в марте присоединились именно к Skyway Capital, а кто-то развивает вообще чуть меньше трех месяцев и являются серьезными бизнесменами, когда увидели все это вживую, сомнения все отпали и сразу начались планы по привлечению инвестиций, которых не было до приезда на Экотехнопарк. Поэтому, дорогие друзья, те, кто действительно имеет выходы на крупных инвесторов, связывайтесь с Виктором Бабуриным, связывайтесь со всеми членами правления, на которых у вас есть выход, связывайтесь с нами, Сергеем Анатольевичем, и мы будем общаться, мы будем отсеивать ненужные контакты, но что действительно нужно, соответственно, попадет в необходимое русло, и вплоть до того, что смогут приехать те люди, которые действительно могут оказать очень серьезное влияние на ход инвестиций, либо формирование адресных проектов и так далее. Все вы помните, что была информация, что приезжал француз, мы как-то об этом не упомянули, но я могу сказать буквально вкратце на этом вебинаре, что действительно все потрясло Жерома, и мы с ним общаемся, ему очень все понравилось, ему понравилась Республика Беларусь, ему понятно, почему было выбрано это место, он был поражен технологией, но самое главное и самое приятное для нас это то, что 25 миллионов долларов он привлек в прошлом проекте за несколько месяцев. Думайтесь просто в эту цифру, 25 миллионов долларов один лидер привлек в прошлом проекте, еще раз вот чтобы понимание было, 25 миллионов долларов нам нужно в девятом этапе привлечь инвестиции и соответственно вот она корреляция и поэтому мы сейчас делаем упор в том числе на европейских коллег и собственно они отвечают взаимностью. Анатолий Эдуардович в своем выступлении на выставке транспортной в Москве говорил про то, что 20% всего лишь вообще от энергии, которая будет вырабатываться с помощью ветряных турбин будет использоваться на инфраструктуру Skyway, а остальное будет использоваться на различные нужды. Так вот Всемирный банк вообще предсказывает рост спроса на домашние аккумуляторы. То есть вы помните, что мы с Сергеем Анатольевичем говорили про концепцию Powerwall и сейчас вот в Москве есть такое качество, он задает тренды, но он часто их не продолжает, но собственно многие компании сейчас это подхватили и аккумулирование энергии станет играть очень важную роль вообще в обеспечении потребностей в электричестве для развивающихся стран. Вот если понимать, вот я рассказывал на прошлых вебинарах про Африку, про Бразилию, про Нигерию и так далее и тому подобное, если говорить про рынок развивающихся стран, то примерно полтора миллиарда, один и два миллиарда, извиняюсь, не имеют выхода вообще к электричеству. То есть один и два миллиарда постоянного выхода доступа к электричеству не имеют. То есть вообще по оценкам Всемирного банка планируется к 2030 году инвестировать более 45 миллиардов. Так вот, эти инвестиции можно будет совместить естественно с адресными проектами Skyway, потому что у нас единая транспортная энергетическая коммуникационная инфраструктура, соответственно силовые электрокабели они будут включены в путевую структуру. И если вот говорится опять же в докладе Всемирного банка, что вот опять же такое интересное совпадение крупнейшими игроками на этом рынке станет в том числе Индия. И в отчете говорится, что примерно 78 гигаватт это на сегодняшний день ветряные и солнечные станции, причем стоимость альтернативной энергии вообще она снижается за мегаватт, то есть торги вообще доходят до рекордов и в ближайшие пять лет по оценкам Всемирного банка до 378 увеличится эта цифра. Так вот по нашему мнению, что она увеличится в 10 в 20 раз, потому что не закладывается сейчас в планах, прогнозах именно то, что технология Skyway инфраструктура Skyway также будет не просто транспортной инфраструктурой, но и создавать, вырабатывать электроэнергию с помощью альтернативных видов источников энергии. И вообще вот тоже есть исследование, что энергия ветра обеспечит 20% мировой электроэнергии опять же к 2030 году. Мы опять же готовы поспорить с этим прогнозом и это будет значительно большая цифра, чем 20%. То есть если прогнозируют 2 с лишним гигаватт, то мы прогнозируем больше. Сколько это покажет сеть адресных проектов. Но то, что сейчас весь мир вступил на тропу отказа от углеродного топлива и Volkswagen вообще отказались от использования дизеля, то я могу сказать, что благодарим электромобили и огромные сейчас инвестиции в направлении E-V идет, то есть электровайхакл это электромобили и это как эра пейджера перед появлением смартфонов. Соответственно Skyway это смартфон, пейджер это электромобиль. некоторое время еще электромобили сохранятся естественно и сейчас какие только инвестиции не вкладываются сейчас автопроизводители готовы создавать электромобили вообще элементарно даже для детей чтобы вызывать привыкание к именно дружелюбному к экологии использованию энергоресурсов. Но решение стоит не здесь и дорогие друзья естественно все это решение когда-то поймут так же вот как мы с Аркадием Бирюковым обсуждали буквально на выходных проекты по Челябинской области то есть вот что там по высокоскоростной трассе будем смотреть будем наблюдать какие будут решения после визита вице-губернатора Челябинской области Руслана Усмановича Гатарова и собственно вот их только решение в каком направлении здесь развиваться. Мы создаем технологию мы создаем эту сеть адресных проектов но естественно власть тут никто не отменял и если говорить про энергию ветра дорогие друзья то стоит также помнить об энергии морского ветра то есть вообще вот цена на энергию морского ветра в Великобритании например упала более чем на 40% и соответственно действительно то что сейчас близится такое вот высказывание что 2030 году 2040 самый максимум будет мировой энергетический кризис что не хватит электроэнергии засилия вот этих приборов из мира интернет вещей о которых я говорил на водном вебинаре дорогие друзья у нас есть решение у нас есть решение для всего мира и проблемы энергетики будут решены ну а если говорить про запасы кинетической энергии вообще которые будут накапливать ОТС общепланетное транспортное средство то тут так как это космическая тематика и космическая сфера то тут действительно космос то есть тут вообще даже наверное транспортная инфраструктура Skyway будет уже на таком посредственном месте по энергоресурсам и энергетике вообще общепланетного транспортного средства ну что тогда естественно станет открытым самое главное самый главный такой вот вечный реактор и вечный источник энергии это солнце и дорогие друзья останавливаясь на анализе на анализе современных тенденций я не могу не обойти стороной нашего такого уважаемого коллеги Илона Маска и его высказывания его планы более того не побоюсь этого слова рыть тоннели он закупил специальное буровое оборудование и понимая что это стоит миллиарды долларов но он планирует рыть тоннели и не исключает что эти подземные тоннели будут использоваться для вакуумных поездов Hyperloop то есть будучи визионером и когда-то предложив ну естественно подслушав я думаю инженера Юницкого в прошлых трудах в прошлых научных докладах эту концепцию Илон Маск говорит сейчас ну на мой взгляд полный такой вот с точки зрения окупаемости капитализации бред то есть рыть и бурить просто для борьбы с пробками внимания по подземные тоннели и которые будут использоваться для Hyperloop то есть здесь просто нет комментариев и мы не собираемся нарушать подобным образом экологическую инфраструктуру территории любой потому что вы все прекрасно знаете насколько пагубно влияет вот эти подземные тоннели на инфраструктуру городов крупных городов происходит происходят обвалы асфальтовых покрытий происходит затопление вот этих подземных туннелей и многое другое что сейчас прекрасно известно но мир почему-то сейчас до того как наш транспорт не будет сертифицирован не начнется распространяться так же быстро и стремительно как это делал интернет почему-то упорно смотрит в другую сторону но все посмотрят в нашу сторону потому что время Skyway пришло и ничто не сможет Skyway остановить строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету Сергей Анатольевич вам слово благодарю друзья так приветствую приветствую так тролли у нас тут хулиганят что-то у нас тут комната сегодня летает во все стороны тут аж это самое то ли тролль какой-то залез в управление то ли то ли вообще непонятно чего тут пока вопросы задавали тут очень интересные касающиеся непосредственно нас нашей работы назначение главой республики Бурятия Цеденова то есть это очень такое значимое для Skyway событие вот потому что он возглавляет экспертный совет именно ему презентовал Юницкий Бабурин и лично с ним общались по проектам мы с ним общались на выставке Минтранса он должен был подходить к нам на стенд но не получилось у него пообщаться лично с Юницким так что когда и он является большим сторонником с большим интересом и смотрел и он обещал приехать в Эко-технопарк когда уже будут демонстрироваться основные элементы технологии ну то есть ближе к КК Фесту вот его назначили главой республики Бурятия причем интересно если в комментариях вы посмотрите Путин когда встречался и говорил что сегодня основной приоритет это разработка труднодоступных месторождений как раз Сибири в частности Бурятия и мы уже рассматривали ряд проектов мы даже с Виктором выезжали и общались с людьми которые владеют крупными месторождениями железной руды редкоземельных металлов в Бурятии вот и это проект программа еще раз называлась 4-5 лет назад поэтому естественно что сейчас когда приходит новый глава республики тем более он бывший замминистра транспорта это человек который 100% понимает проблемы транспорта и очень хорошо понимает что такое Skyway и ждет просто ее демонстрации то естественно что с такого рода губернаторами главным государством как Сиденов как Морозов там еще сейчас я абсолютно уверен будет появляться ряд такого рода губернаторов потому что многих из этих бойцов менять давно уже пора вот поэтому и сейчас вот с той активностью как идет я думаю что мы увидим очень много меняемых и таких достойных людей на таких должностях и соответственно мы будем продолжать активизировать работу по адресным проектам с вменяемыми людьми с такими губернаторами как Морозов и Циденов и я думаю что в этом году друзья будет очень и очень много чего интересного и в этом плане вот это у меня тут то что просили прокомментировать просто вот это подземное убежище ну да друзья поэтому я тоже честно говоря не понял когда Маск заявил о том что транспорт надо выводить под землю вот то есть ну когда он там вакуумную трубу или полет на Марс ну вроде как с точки зрения футурологии и более того если почитать работы Юницкого еще 30-летней давности то в общем-то там описана и вакуумная труба в ОТС и статор ротор который который вращается вокруг всей земли по вакуумной трубе и потом он обратным счетом пришел к струнным технологиям более того в перспективных именно уже пятого поколения Skyway вот в этой ферме там тоже планируется уже и труба но она не будет не вакуумная труба но с серьезным разрежением для того чтобы снизить сопротивление и таким образом тоже уже против поэтому против вакуума и против этого мы ничего не имеем другое дело что это поэтапное развитие но когда вот такие резкие метания то Март то на Марс то пилотируемые полеты в космос то вакуумная труба а теперь под землю но это вызывает уже мягко говоря с точки зрения технологических направлений ну кучу вопросов вот поэтому я очень скептически отношусь к Маску как именно как футурологу это я отношусь с большим уважением как бизнесмену который достиг результатов очень больших но как изначально его хайперлуп от которого он потом открестился вызывал кучу вопросов так и сегодня делать соответственно заявление о том что весь основной транспорт должен уйти под землю вот то есть это ну большая большая глупость вот поэтому наоборот мы должны уйти на второй уровень над землей строить дешевые ажурные очень легкие прочные конструкции то есть по которым будет перемещаться подвижной состав вот юнилеты как вы видите сейчас на экране со скоростью 500 км в час подвесной это и пассажирские юнибусы и будут контейнеры и сыпучие грузы и жидкие грузы это также со скоростью 50 км в час вот а со временем когда понадобится именно скорость уже свыше 500 км в час вот соответственно будет уже и скорость 1250 км в час и сегодня в перспективах развития SkyWay это уже присутствует это не сегодняшнего дня это не экотем сегодня той программы 15 этапов которые сегодня мы реализуем это уже следующий этап развития SkyWay вот соответственно как я уже говорил пятого поколения SkyWay сегодня мы реализуем 4 сейчас мы подходим к 4 плюс технологии вот соответственно наши юнибайки по которым мы с Алексеем так любим они тоже будут играть очень существенную роль потому что они будут играть роль персонального купе который будет перемещаться в юнилете то есть сегодня в первых моделях юнилетов там будут стоять отдельные кресла то есть вы будете перемещаться со временем следующего поколения там же будет стоять не кресло а посадочное место для вашего юнилета для вашего юнибайка на котором вы в юнилете будете перемещаться со скоростью 500 км в час. Потом, когда вы будете не пересаживаться, а уже вас будут переставлять на другую структуру, вы будете передвигаться уже в своем юнибайке самостоятельно со своим мобильным блоком. То есть это вот как раз то, что будет вводиться уже в следующее поколение. И как раз то, что мы говорили, это уже с точки зрения футурологии, то есть это описание будущего, которое ближайшее нас ждет. Это как раз Transnet, сеть, который будет, дойдет до каждого дома, до каждого рабочего места. Вот. И вы, соответственно, в своем юнибайке можете перемещаться в любое место мира, не снимая свои тапочки, не переставая заниматься своей. Вот как любят здесь вот наши тролли-засранцы писать, что в тапочках в Париж они обычно пишут, да, друзья, в тапочках в Париж. Как бы не хотелось, или вам это необычно сейчас не звучит, действительно, причем это, друзья, уже не какая-то фантастика, а это обозримые перспективы примерно 3-5 лет. То есть в течение 3 лет это уже будет проектироваться, в течение 5 лет это уже начнется реализовываться. И так же, как 20 лет назад Skype, то, что мы с вами общаемся в таком количестве в одной комнате, все сегодня гаджеты, которые сегодня, ну, скажем, без которых жизнь уже сегодня не существует, казалось фантастикой. Вот, так вот, друзья, я могу сказать, что то, что мы сейчас делаем, это уже не фантастика, это то, что уже реально сегодня существует. У нас таксисты, Олег пишет, у нас таксисты в тапочках ездят. Но это, друзья, мы за таксистов рады, но это концепт тапочки, это не то, что вы будете, а это именно следующая система, то есть интернет дал возможность, открыв компьютер и включив компьютер, сразу попасть в информационное пространство и получать любую информацию. Точно так же Транснет, который строится именно на струнных технологиях инженера Юницкого, который развивает именно новая научная инженерная школа, вот, он также позволит, находясь в Юнибайке, перемещаться со скоростью сначала 150 км в час, когда он будет своим ходом, потом системой уже 500 км в час, когда он будет уже купе в Юнилете, то есть по системе Кенгуру он будет перемещаться и со временем уже со скоростью 1250 км в час, это когда будет уже выходить на гиперскорости Skyway, но это как раз, друзья, небольшого будущего в пределах еще, раз скажу, там 3-5, максимум там 10 лет. Вот, поэтому, друзья, давайте, я думаю, что для сегодня, на сегодняшний день и новостей, и то, что мы с вами обсуждали, более чем достаточно, повторюсь еще раз, 8 марта смена очередного этапа, это значит смена уменьшения, однозначное уменьшение дисконта, вот, причем будет значительное уменьшение, потому что темпы разворачиваются, значит, соответственно, на этой неделе заложен уже к изготовлению именно рабочий образец, первый опытный образец 24-местного юнибуса берельсового, вот, соответственно, идет модернизация, соответственно, дальнейшая это юнибайка и юнибуса двухместного и 14-местного, соответственно, они будут продемонстрированы уже как единый подвижной состав, то есть, которые могут двигаться уже в электронной сцепке поездами это все, и получено разрешение на строительство еще 16-километрового участка для того, чтобы вот это продлить первый разгонный километр и уже приступать к испытаниям юнелетов на скоростях выше 200 км в час. Соответственно, друзья, это идет все параллельно с формированием и модернизацией производственной базы, которая сегодня активно перестраивается, ну, то есть, уже насыщается оборудованием, и мы с вами, ну, я думаю, что в недалеком будущем увидим это новейшее производство, вот, со станками по последнему сегодняшней техники именно 21-го века, вот, и, соответственно, на этих станках, с этим новым конструкторским бюро, которое сегодня формируется, и уже в котором работает 220 человек, мы с вами увидим как раз не технику, не электромобили, которые ездят по земле, то есть, когда пытаются двигатель внутреннего сгорания заменить на электродвигатель и сказать, что это новая инновационная машина. Вот, друзья, электромобили делали еще и 100 лет назад, вот, поэтому ничего нового здесь нет, а именно с новым поколением транспорта второго уровня, с новой коммуникационной системой Transnet, в основе которой лежат струнные технологии инженерной школы Юницкого. Вот, я, друзья, специально несколько раз это повторяю, чтобы вы понимали и такой же последовательности и, соответственно, с тем же смыслом могли это и доносить, и сами для себя, так, выхода на IPO, мы идем по графику, все идем мы по графику, друзья, причем, более того, если вы заметили, что и весь этот год показал, что, друзья, постоянно возникает, говорят, вот график, вот этапы, как идет, друзья, если вы внимательно читали эти этапы, то там ни о каких юнибайках, ни о двух грузовых системах, ни о пятого поколения, ничего нет, поэтому это живой процесс, который идет постоянно с точки зрения совершенствования, поэтому я могу сказать, что многие работы, которые будут выполнены до конца 15 этапа или пока не идут, они сегодня, там еще три года назад даже не предполагались, поэтому, друзья, мы идем не то, что в графике, мы идем с огромным его опережением, потому что сегодня изготавливается, ну, первое всего, конструируется, испытываются узлы, изготавливаются машины и агрегаты, которые уже в этом году будут переходить и составить основу конкретных адресных проектов. Это, друзья, самое главное, и здесь мы движемся абсолютно такими уверенными темпами, и здесь, скажем так, быстрее, я могу сказать, что, наверное, друзья, невозможно. Ну вот, друзья, давайте на этом сегодняшнюю встречу заканчивать, я рад, что вы с нами, я рад, что у вас нашлось и время, и самое главное, мужество и интуиция для того, чтобы прийти в этот проект вовремя, вот, для того, чтобы поддержать этот. Соответственно, друзья, дальше, вот, опять же, мы постоянно сталкиваемся и отвлекаемся и говорим, что мы злопыхатели, они будут всегда, друзья, ни у одного проекта, ни у одного, тем более, большого, крупного дела не бывает, чтобы не было врагов или завистников, они всегда есть и будут, и по мере наших успехов и развития они будут только активизироваться, но это, друзья, ничего страшного, вот, мы тоже растем, крепнем, набираем опыт, там, оттачиваем мастерство и где надо, зубы для того, чтобы можно было и укусить, и когда надо будет дать кому следует, чтобы не мешали себе. Как вы видите, результаты этого есть, потому что по получению земли, когда пытались злопыхатели или, как я их называю, горе-чиновники заиграть или помешать под разными предлогами эту систему, у них на сегодняшний момент это не получилось. Проект получил разрешение, получил землю, имеет все перспективы для строительства дальнейшей трассы, имеет все перспективы для развития производственной базы, имеет все перспективы для того, чтобы расти с точки зрения привлечения новых партнеров и финансирования первого адресного проекта в виде экотехнопарка. Все это, друзья, мы делаем и все это у нас очень хорошо получается. Вот, так что, друзья, давайте до следующего вебинара, у нас сегодня с Алексеем еще четыре вебинара, у нас, как всегда, в 19-20 традиционные наши для начинающих и расширены вечерние технико-экономические, потом у нас вебинар пробный для венгерской аудитории с переводом и потом у нас еще два общения сегодня с словакскими и венгерскими именно лидерами тоже на двух языках, то есть мы отрабатываем эту систему. Вот, на следующей неделе, друзья, вечерний вебинар будет идти уже в режиме международной трансляции, как минимум на 6-7 языков. Вот, так что, друзья, я вас всех очень серьезно поздравляю, для меня это важное такое событие, то есть три года назад мы с Антоном Довичем начали первые вести вебинары, 29 марта мы провели первую конференцию, вот, именно для России, для, потом начали проводить уже для русскоязычного людей, партнеров вебинара. Сейчас пришло время, так как сегодня мы перешагнули рубеж в 150 стран, у нас сегодня инвесторы со всех частей света, вот, мы давно стали международным проектом, поэтому вещание сегодня будет где-то к концу февраля, мы планируем довести до 11 языков, а всего, я думаю, что регулярное вещание будет идти на 20 языках постоянно и мы с Алексеем будем это вести, доводить последние новости. Ну вот, друзья, давайте на этом прощаться, всего доброго, ну и как всегда, друзья, стройте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok